Продолжение следует... Доброе время суток. Сидим уже энное количество времени в интернете. Рассматриваем вклеечки. Изучаем спутниковую карту. И сегодня наткнулся я на одно весьма перспективное место. Находится оно в лесах. Здесь заинтересовало такие две большие проплешины. Сам рельеф очень интересный. С подъездом пока еще ничего не ясно. Потому что вроде как видно что-то такое похожее на грунтовый какой-то подъезд. Но скорее всего в данный период времени не получится скорее всего подъехать. Так что думаю, что придется идти на количество километров пешком до этого места. Весьма перспективное. Судя по тому, что сейчас я вижу, весьма перспективное место. А к чему вообще я снимаю это видео? Один из подписчиков попросил снять весь процесс от самого начала. Как все это происходит. Собственно говоря, выполняю его просьбу. Углубляться не буду. Затягивать тоже не буду. Просто показываю, что приходится порой неделями сидеть и изучать спутниковую карту. Внимательно рассматривать рельефы. Смотреть какие-то подозрительные места и все прочее. То есть отмечать все это на наших склеенных картах. То есть запоминать координаты, записывать. Потом уже выбирать те места, которые поближе к нам. Потому что бывает иногда у нас нет возможности выехать на более долгий срок. То есть, соответственно, выбираем места, какие поближе и пробиваем их. Те, которые места подальше, соответственно, оставляем на тот промежуток времени, когда у нас появляется возможность потратить энное количество денег и энное количество времени на эту поездку. Вот как бы вот так все это дело происходит у нас. Такое весьма увлекательное занятие, скажем так. Сидеть, изучать леса, русла речушек, ковражков и все такое. Ну все, затягивать я не буду. Думаю, может быть в дальнейшем наподобие что-то буду делать. Разные вступления с какими-то объяснениями. Опять же, если кому будет интересно. Но думаю, что людям все равно интересно. Все, затягивать не будем. Через пару дней примерно, наверное, мы выдвинемся на вот это место. Координаты уже записаны. Еще более подробно посмотрим, как нам лучше, с какой стороны заезжать. И уже будет следующее включение на вот этом перспективном месте. И мы с вами уже будем проводить там поиск и, соответственно, посмотрим, перспективное место оно или не перспективное. Все, увидимся уже на этом месте. Нашли тут дорожка, грунтовая, шикарная, как асфальт почти, да? Долго смотрели, где нам ехать, хрен поймешь. Вроде сейчас в правильном направлении движемся. Поля он уже продуло, подсохли немного. Где-то зимы и выскочили. Опять я забыл поплажки. На все, как он вам вчера думал. Так вот там березнячок был. Да, есть полтора штучка. Красота. Птички поют. Листики расцветают на деревьях. Что-то погода непонятная. Вроде разгуливается. Вроде и нет. Да, и ветерок поднимается, кстати. Да, чуть-чуть ветерок есть. Говорю, забыли банки. Точнее, я забыл. Хотел сок поставить. В общем, у нас вот такая сегодня погода. Хотя, вроде как, передавали, должен был дождичек быть. Итак, что мы включились. По какому поводу у нас включение. Как поняли, мы прибыли на место. Ну, не совсем на самое место. Практически на место. Сейчас будем смотреть одну из деревенек. Могу сказать сразу. Деревенька. Ну, одна дворка, даже скажем так. Была отмечена на ПГМах. Потом Ее история Как-то уже больше не прослеживается. Я имею в виду по картам. Она не очень прослеживается. Проверили Другие карты. Тот же самый Шуберт. Например, он нам не дал никакого результата. Получается, на Шуберте этой деревушке уже не было. Кстати, вот этот ручеек впадает. Там вот мелкая речушка течет. Летом в жару Соответственно, она пересыхает. А таким образом мы проверяем Прослеживаем точнее историю Деревушек. То есть, по сути, эти карты, которые есть в свободном доступе, они по большей части единственное, что сейчас какой плюс от них можно проследить историю, когда, например, приблизительно древушка могла возникнуть и когда примерно она исчезла, эта деревушка. Соответственно, ты уже понимаешь, что находки могут находиться в этой деревушке. Здесь мы находимся второй раз. Первый раз не очень удачно, скажем так, вычислили координаты нахождения этой деревушки, а промахнулись были он там слева в кармане. искали, ее не нашли. А теперь, скорее всего, мы попали именно в то место, какое нам нужно, потому что больше, в принципе, вариантов-то и нет таких. Сейчас будем смотреть. Вполне возможно, что тут мы сейчас идем, как раз, и где сама деревня. местность, как можете видеть, далеко не ровная. Вот какие-то перепады, какие-то бугорочки. Собственно говоря, вот такая местность, она и по большей части напоминает какое-то поселение. Потому что должны все равно оставаться какие-то неровности. такие дела. На этом пока я отключаюсь. Немного рассказал вам. Сейчас уже буду внимательно смотреть и визуально выискивать, потому что пятачки. Вот пятачок такой неплохой. Алексей куда-то пропал. Там такое место интересное. Я говорю сейчас про визуально. Если рассматривать это место. И все это получается в подковках находится. Такой кармашек. Соответственно здесь тоже ручейки. Все просто с полей идет. Вот тут эта полянка меня больше всего заинтересовала. Совсем она какая-то такая вот не очень ровная. И довольно-таки интересная. Кстати вот сейчас даже уже вижу и вы наверное можете увидеть что вот место и по цвету растительности это место явно отличается от общего плана. Бросается у глаза. Это уже значит о чем-то говорит. красота. Птички поют. Кстати Леха где-то забудился где он лазит. и так мы на месте не знаю мне кажется что скорее всего где-то здесь бывает небольшая деревушка и как можете видеть что в принципе следов никаких тут и нет он ползет хрызнет откуда я сейчас буду пробовать здесь на этом месте не знаю где Алексей будет пробовать скорее всего вот эти места где-то вполне возможно там повыше тоже надо будет пробовать обязательно будем смотреть по сути первый раз здесь будем смотреть будем проверять так вот сняли штык один пока сама почва ничего особо не говорит попадаются вот такие кусочки керамики плюс еще какие-то кирпичики плюс еще мелкие вкрапления мелкие вкрапления кирпича будем продолжать конечно же это плюс пятнадцать на улице так включение у нас произошло из-за того то что сейчас вам покажу то что сейчас попалось это кусок подковы старенькая очень горлышко перламутровое тоже старенькое старенькое стекло перламутровое гвоздь кованый частое явление попадается но для этого места тоже знаки идут и далее обломанный почему-то крестик лепесток обычный крестик лепесток причем как можете заметить сохран был бы вообще изумительный без окислов все идет и пуговка гирька пуговка гирька целая но обычная вот пока на данный момент это наши все находки но мы сейчас продолжаем по сути заложились где-то 50 на 50 на что глубина примерно все это с этого промежутка попалась работаем не спеша спешить нам некуда если место будет более-менее перспективное будем сюда конечно же приезжать можно и с палатками даже сюда приехать на выходное скажем так можно даже с семьей отдохнуть здесь место хорошее такое скрытое окружено лесом на другой стороны речка и высокий бугор там и рядом ни одной деревни по сути тут в принципе посторонним то залет нам тут делать нечего погодка хмурится может и дождь зараза начаться у нас процесс потихоньку идет как Леха скажет сопутка чешет во все хвостики кованые такие всякие штучки петелька тоже кованая но это все старенькое старенькое печалька тут небольшая у нас возникла скорее всего то ли давлением что ли землей не знаю пахаться здесь точно никак не могла в таких этих местах земля видите какая земля идет косточки пошли после двух штыков вот они ну и вкрапление кирпича кирпич тоже видно что старый крошится уже у нас такая печаль кремя был пропеллер верха нет не знаю может копать дальше найдется но пока такая печаль к ладно на поле встретить такую печаль был в принципе не то чтобы огромный но большой был бы большим симпатичным симпатичным печалька вот такие вот самые находки которые когда попадаются таком вот именно состоянии для многих колдоискателей одно расстройства одно расстройство чисто на запчасти если только из обломков потом паять целый делать следы для коллекции и перед вами какая-то монетка вроде бы надо сейчас наверное перчатку снять так вместе с вами будем смотреть что это за фигня уже вижу николай второй причем должно в сохране быть сейчас мы ее с вами сполоснем даже водички чуть-чуть хорошо дождь прошел 1 2 копейки 1 2 копеечки 1 2 копеечки у нас похоже маленький образок ну судя по ушку это он и есть надо будет почистить сейчас к сожалению не понятно что почистим посмотрим явно образочек это уже радует место где копаемся там наверху лёха остался я решил сейчас сюда перейти на другую сторону поглянуть на всякий случай бывало такое то что с двух сторон вот таких мелких речушек могла деревушка быть там домики потому что здесь вон там есть места такие прям ровные вполне возможно может быть там тоже что-то стояло тяжело тяжело такой вид поиска томительный проще намного когда уже знаешь и видишь что вот он стоит фундамент ты понимаешь что это фундамент начинаешь копать здесь конечно приходится перелопачивать очень много земли такие дела сейчас включенным прибором поднимусь наверх пробью полянки там есть я увидел там две-три полянку смотрю их сейчас тоже хочу вам показать одно практически неприметное место на противоположной стороне предполагаемой деревушке вот она вот там за кустами на противоположной стороне в общем внизу здесь речушка и здесь бугор и между спуском и бугром небольшое шириной приблизительно где-то около двух метров не больше местами такие волны обвалившиеся и вот если можно если при заглядитесь точнее здесь прям видно вот бугор склон идет вот за этим деревом уже такой овражек и вот это вот место приблизительно около двух метров шириной сейчас я вам скажу что это такое это искусственная цепная старинная дорожка почему около двух метров потому что раньше ездили на телевых на каретах они по сути узкие там до полутора метров шириной были вот такие узкие дорожки были и вот как видите здесь железо попадается под ковки и здесь вот видно прям идет как насыпь вот они кирпичи прям валяется то есть отсыпан этот бугорок весь отсыпан чтобы он не обваливался собственно говоря я нахожусь вот так вот надо быть аккуратным чуть не улетел вниз но собственно говоря я вот нахожусь как раз вот на вот этой старинной дорожке сейчас дерево мешает упало из-за этого плохо проглядывается так вот она эта дорожка внизу уже овражек там Алексей проводится голубчик сейчас попробуем по этой дорожке пройтись глянуть куда она там дальше пошла там крупное село вообще в ту сторону идет может быть она по этой стороне речки так и шла туда эта дорожка но то что эта дорожка это сто процентов это сто процентов это искусственная дорожка просто как это здесь не видно уже обычно бывают такие прям узкие узкие клея такое впечатление как будто тот на велосипеде накатал такие две узкие клеи этот как раз тележные колеса клея тележные сейчас попробую чуть пройти сюда поглядеть может быть что-то и будет пробил кстати бугорки там есть ямка погребная похожа на погребную вполне возможно что с этой стороны тоже несколько домиков стояло все может быть надо проверять все сейчас туда пройдусь посмотрю если что-то будет я вам покажу сейчас вам покажу монетку подушатанное подушатанное уже к речке шел попалась вензель елизаветы вроде бы да он есть проглядывается монетку ушатанное на склончике спускался сейчас перехожу к Алексею в общем дорожку вот она пошла вот встал волос кружился она вот так пошла и туда вот уходит но там сейчас все заросшее не пошел дальше я по не лазить сейчас задача не эта и сейчас передвигаюсь к Алексею вот тогда на бугородчик сейчас будет подняться нам итак вот они наши находки на сегодня подустали в трех местах шурфы закладывали пока не поймем что где идет находок мало гвозди вроде идут почва плодородная но непонятно тут куча гвоздиков кованых монитос обломанные пропеллеры эти крестики полувки кирка сегодняшняя небольшая недолгая даже разведка на таком месте закладывались там промахнулись теперь теперь вот здесь Алексей копал и вот здесь тут вот что-то вроде пошло но уже сил нет тоже уже не вкрапления даже идут а кирпич пошел вполне возможно что на домик наткнулись но до следующего раза кирпич тоже как можете видеть старый его прямо видно что он очень старый его тут много он крошится это старый кирпич не советский совсем и даже не николаевский но его здесь не так много в основном будут попадаются черепки и соответственно вот они и мушкара нас мучает все будем собираться на сегодня хватит через пару дней приедем обратно сюда и уже будем смотреть еще денежки потратим на это место посмотрим стоит ли сюда приезжать или нет в дальнейшем так всем пока пока здоровья и удачи не забываем нажимать на кнопочку подписаться и заходить в нашу группу вконтакте ссылка будет под видео в описании пока пока не забывайте не не все не не Продолжение следует... Продолжение следует...